Слава Господу! Слава Господу! Мир вам! И прежде чем читать Слово Господне, я хотел немножко поделиться некоторыми переживаниями, моментами. В Писании написано, что нам не безызвестны его умыслы. Чьи умыслы? Врага. И сегодня я хотел продолжить немножко ту тему, которую я однажды сказал где-то недели, наверное, две назад, в среду, может быть, не все были тогда, как раз был пост и молитва за брата Андрея, и Бог побудил мне сказать. Но Он побудил уже в продолжении того, что побуждал ранее. Я уже говорил здесь момент, но в чем суть? Что когда ты говоришь Слово, потом идут стрелы, стрелы лукавого. И зачастую, знаете как, когда ты держишь щит веры, стрелы могут ударяться в этот щит веры, могут ударяться и падать, могут ударяться и останавливаться. И вот эти стрелы, они могут быть как мысли и останавливаться. В чем хочу сказать, что часто приходит такая мысль, чтобы вот этот, знаете, как вражье действие, оно было разрушено, нужно его высказать, чтобы понимал духовный мир, что человек понимает это, и у него борьба, чтобы это остановилось, чтобы этот дух, он не мог дальше распространяться и действовать, чтобы он был умолен. И когда я сказал Слово, вот эти мысли пришли, «А зачем ты говоришь? Ну, оно же не так». И разные эти мысли пришли, и я как бы начал немножко даже сомневаться. Думаю, может быть, я что-то из-за лишнего сказал. Но Бог, видя это, ободрил меня. Ободрил, потому что он дал человека, который подошел и сказал, что это ему помогло. Помогло то, что он услышал это Слово, и оно сделало свою работу. И мысль та, что даже если это Слово одного человека нужно коснуться, за что слава нашему Господу. В чем еще суть, что враг стреляет стрелы вот эти, и часто, когда нужно сказать какое-то слово, и оно, враг бьет тем, что, а ты говоришь вот тому человеку, ты говоришь тому человеку, ты говоришь тому поколению, или тому роду, или тому клану людей, и тому подобное. И этим угасает то, что Бог влагает в уста проповедника. И этим частым моментом в жизни я страдал. То, что я не мог передать то Слово Божье, которое Он хотел передать через меня. И сегодня почему я высказываю, что, чтобы каждый понял, что и я в этом понимаю, но над этим у меня борьба иногда моментами идет, что когда Бог влагает Слово, оно не говорится, и от проповедника оно не говорится именно к тебе, или к тебе, или к тебе. Оно говорится ко всему залу. Оно говорится, во-первых, первое, ко мне, а потом ко всем остальным, чтобы очистить, осветить и исправить. И да поможет нам Господь, чтобы вот это было разрушено, чтобы я был в уделе Господнем и говорил то, что Бог желает говорить. И часто я вот моментами делился то, что Бог, как меня Он проводил в жизни. И размышляя над тем моментом, это было как раз в среду, и Бог меня побудил, я хочу повторить немножко, потому что, может быть, не все были. Бог меня побудил и указал то, что я уже раньше вам здесь говорил, именно об омовении ног. Потому что Богу неугодны традиции наши, Богу неугодны. Мы видим, когда Израиль, он грешил перед Господом, и в тот же самый день они приходили и как бы служили в храме, приносили жертвы и все прочее. И Бог говорил, что оно мне неугодно, потому что вы мне не служите. И Бог говорил, что не нужны мне ваши жертвы, не нужны ваши все сожжения, потому что ваше сердце не лежит, оно не со мной. И на этот момент я хочу поделиться с вами, именно, что Христос нам дал заповедь новую. Когда есть любовь, есть ненависть. Правильно? Это противоположные друг другу значения. И в Библии написано, что в Матфея, в пятой главе, я прочитаю один этот сюжет, Христос говорит, что Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего, и ненавидь врага, и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». В Ветхом Завете, когда я открыл, там посмотрел, оно как бы не то, что ненавидь врага, а как бы люби ближнего, но враг, окей, он есть, но ты держись от него, как бы так, можно поразмыслить подальше, потому что он враг. Ну, если что-то там, можно так архитеризоваться, если он будет что-то там это, значит, нужно его, может быть, и убить. Что как бы была такая свобода. Но мы видим, что здесь именно Христос сказал, что обратное дал, что любите врагов ваших. И когда мы читаем Иоанна, именно тот сюжет, немножко некоторые моменты хочу зачитать, когда Иисус взял, снял с себя одежду, припоясался и умывал ноги ученикам. Обратите внимание, это очень важно, что Иисус омыл всем двенадцати ученикам ноги. Он не обошел Иуду. Никак. Почему? Нам кажется, ну, Иуда же предатель. Господь показал любовь. Господь показал ему то, что он может иметь часть с ним. Господь показал, что также через Иуду Бог делал работу. В процессе трех с половиной лет Он посылал их подвое. Мы читаем в Писании. Они изгоняли бесов, исцеления происходили и многие другие чудеса творили. Но мы видим, что в конечном итоге Иуда пошел другим путем. И даже в Гефсиманском саду, когда он пришел, Иисус не сказал, что ты мой предатель или еще что-то. Он сказал, друг. А он учеников назвал, вы друзья мои, потому что вы прибыли во всех напастях моих. Он также сказал и Иуде, друг, зачем ты пришел сюда? Мы видим, Иуда совершил то, что он запланировал. И здесь, когда Христос сказал, Он сказал, я даю вам пример. Когда Он совершил вот это омовение, именно, и Петру Он сказал, что чистому нужно омыть только ноги. Но вы чисты не все. Именно Он говорил об Иуде, потому что Он знал, что Он не чист. Ему нужно было очищение и омытие. Но мы видим, что Иисус омыл, но Иуда не очистился. И важный момент, что Христос сказал, что я даю вам пример. А ниже, когда Он говорит, Он говорит, что заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас. так и вы долюбите друг друга. Вот заключается заповедь Господня, что прочитали в Матфея, что раньше как бы враг пусть в стороне будет. А, ну, он мне не делает вреда, хорошо, будет делать вред, я ему отомщу. Но в Новом Завете именно Иисус Христос показал, что любите врагов ваших. И это есть новая заповедь, что она не разделяет теперь. И такое было побуждение, и я сказал, как раз был момент, что Thanksgiving, сейчас уже прошло и хлебопреломление, многие участвовали, кто желает и участвовал в омовении ног. Но это был момент, когда вот Thanksgiving, когда вот это была вечеря. И мы знаем, что именно когда Иисус, Он вечерил с ними, Он встал с вечерей и омыл им ноги. Когда мы читаем у Луки, у Луки есть записано так, что Иисус было две чаши, не одна чаша. первая чаша, это было завершение ветхозаветнего момента ветхозаветнего служения. Если вы внимательно почитаете, там две чаши. И Он прежде дал чашу именно ветхозаветнего момента, указал им омывши ноги, а потом дал новый завет. Именно. В Данииле написано, когда говорится о седьминах, и там указывается, что и для многих, что будет заключен завет в последней 50-й седьмини. То есть 70-й седьмини, извиняюсь. 70-й. И мы видим, что Господь со многими заключил этот завет. Потому что в середине этой седьмины Иисус Христос пострадал, умер и воскрес. И вот здесь именно то, что Бог направил, вот когда вы соберетесь, или же может быть, у нас еще есть праздники, вы никогда не приглашали именно человека того, да, может быть, вы что-то и как бы и не имеете на него приезднее, это может быть родственник, или же, как я говорил, это может быть брат или сестра, это просто может даже быть сосед ваш, но когда-то может быть в жизни вы что-то там поссорились, или поспорили, что это есть момент тот именно когда ты совершаешь вечерю, может быть, вот этот праздник, там, Рождество, или Новый Год празднуется, или вот особенно важный, как для меня Тенцгивен, когда мы совершаем вот эту вот именно вечерю любви, мы приглашаем детей, дети приходят, родственники приходят, мы общаемся, и мы приглашаем, я не говорю за подарки, нет, я не говорю за подарки, потому что у меня есть свое понимание, что не нужно быть в традициях, не нужно быть в традициях, потому что традиции, они хоть кажутся хорошими, но здесь нужно рассматривать и отношение Писания, и смотреть, полезны ли они, но важный аспект в том, что именно примирение, примирение, и как написано, что заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, да поможет нам Господь, чтобы мы это уразумели, и тот момент, я когда сказал, иногда замечаю так, что моменты бывают, вот человек согрешил, вот я не хочу с ним общаться, вот ты грешный, и я не хочу тебе подать руки, но когда мы читаем в 4 главе Иоанна, там мы видим, что Христос пришел к колодезу, и он сел у колодца Исахар, Иаков, подождите, итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иакову сыну своему Иосифу, там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа, именно этот момент хочу повторить и присоокупить вместе. Разве Иисус Христос не знал, что эта женщина, которая пришла, во-первых, она грешница, во-вторых, иудеи с самарянами, они не сообщались, хотя это было связанные народы, и много народов, именно, когда мы смотрим по Аврааму, они были родственными, если родственными не были, они по матери, они были по Аврааму родственными, потому что Авраам имел Сару, Авраам имел Агарь, Авраам имел Хитуру, и от этих всех трех женщин у него были дети, его семя. И когда мы смотрим в Писание, что именно через вот это семя Бог очень часто испытывал и очищал именно Исаака или Иакова. Обратите внимание на Писание, потому что именно через вот этих, через Измаила и через хитуры детей, которые Авраам при жизни своей еще отправил, давший подарки, отправил на Восток, через них же в свою очередь Бог очищал и наказывал Израиля. И когда мы читаем Гедеону, когда Бог сказал, это же были потомки, потомки Авраама, но они пришли и рука именно этих народов была очень сильна и Израиль истощился, Израиль пришел в упадок, в уныние, потому что не было как бы выхода. И когда ангел пришел Гедеон, ты муж сильный. В чем же сила заключалась Гедеона? Именно в вере. То, что он говорил даже ангелу, он говорит, где все то, что обещал Бог, где все те обетования и благословения. И он говорит, иди с этой силой, ты победишь. И мы видим, что он с 300 людей победил, потому что это была победа не Гедеона, а Божья победа. И здесь, когда Иисус утрудившись, и это пришла женщина, Иисус не возгнушался ею, потому что ему нужно было привести ее, ее нужно было привести к Господу, к Богу, к Творцу, Отцу, потому что и они были как раз из семени. и здесь совершился диалог. И мы видим, что она начала удивляться, задавать вопросы многие, и потом говорит, я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место в Иерусалиме. А он говорит, но наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине и таких поклонников Отец ищет себе. Что не нужно будет поклоняться именно вот в Иерусалиме в этом храме, потому что на сегодняшний момент и храма нету. И не надо будет поклоняться на этой горе, но на всяком месте. И мы видим, когда Иисус через ангела открылся Корнилию. Он был благочестивым мужем, но не понимал до конца все то, что нужно совершать и как нужно жить и служить Господу, чтобы угодить и быть послушным. И мы видим, что Бог послал ангела, указал и Корнилий призвал Петра. И здесь мы видим, что как раз именно послал Бог Иудея к язычникам. да, многие моменты там, когда мы читаем, что Петр вернулся, иудеи были несогласны, иудеи говорили, ты ходил к необрезанным и ел с ними, но мы видим, что Петр уже держался твердо, хотя были моменты, ошибался, потому что человек. И вот этот момент я хочу просто сказать, что да поможет нам Господь именно уразуметь, что бы мы могли совершить в своей жизни, чтобы благодать Божия нас наполнила, в обильной мере мы должны совершить вот это очищение и покаяние наше. Потому что зачастую мы можем молиться и много молиться и долго молиться, но оно может не совершаться по одной лишь причине, что между Богом и человеком стоит стена. Да поможет нам Господь именно уразуметь эту мысль, чтобы Господь именно действовал в нас. Потому что мое желание, чтобы Господь обильно благословил, потому что приходят трудности, приходят трудности. И даст Бог есть то слово, которое Бог уже положил на сердце. Ну сегодня я не буду о нем говорить, я поделюсь в другой раз. Это очень важно. Это очень важно. Потому что мы церковь, мы есть первородные для Господа. Мы есть первородные, первенцы Господу. И когда мы видим, что Израиль, выходя из Египта, мы видим, что Бог поразил первенцев Египта. Но когда уже Израиль вышел, и Бог сказал, что отделите мне первенцев, они Мои. И мое желание, чтобы Господь наполнил нашу церковь, наполнил именно словом своим, благодатью своей, мое желание, чтобы Господь поднял брата, чтобы он еще мог потрудиться, чтобы исцелил, потому что здесь нужно и важно, я вижу, Божье чудо и знамение. Потому что сами врачи, они не могут ничего сделать, мы это прекрасно видим. Да, они что-то могут поддержать или еще что-то, но Бог хочет совершить, я верю, что Бог хочет совершить именно то, что Он хочет совершить, именно чтобы прославился наш Господь. Прославился наш Господь. И мы идем сейчас к молитве, потому да побудет наши сердца Господь, именно потому что говорю, что в жизни, когда я проходил эти многие моменты, я видел чудеса в моей жизни Божьей, я видел милость в моей жизни Божью, я видел благословение в моей жизни Божье, и потому мое желание, чтобы это пребывало милость, благословение, чудеса в вашей жизни, потому что сегодня мы видим, что мы много имеем немощи в Доме Божьем, потому что многие болеют. Болеют. А мы знаем, что Иисус Христос страдал, и Он сказал, что ранами, ранами Его мы исцелились. Из ран текла Его кровь. И текла жизнь. Поймите правильно, кровь – это жизнь. Не будет крови, не будет жизни. Из ребер Его истекла кровь и вода. В некоторых моментах вода символизирует также Дух Святой. Хотя в некоторых моментах говорится, что вода – это народы, племена, языки. Но когда мы смотрим, что Иисус Христос сказал и Иоанна, говорит, кто жаждет, иди ко Мне и пей. И у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Если мы не напьемся, из нашего чрева изнутри нас не потечет вода, не потечет Божье благословение, не потечет Божье Слово, не потечут Божьи чудеса и знамения, мы должны напиться. И мы пришли сюда, дабы напиться. Да благословит всех нас Господь, и да поможет нам. А мы, преклоняясь пред Ним, помолимся и воздадим Ему славу. И принесем эту утрешнюю жертву хвалы Богу нашему. Аминь. Аллилуйя Господь! Слава тебе! Слава тебе Господь Иисус! Ты Бог наш! Ты наш Царь Испаситель! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры 완성 Но мы будем молиться, Господи, дарь мой пластмин, также Он пришло и вечернее время Господи и Христа, и Твоя благодать Господи избивалась обильной вилкой. но а 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 что а та а а а все желают, чтобы мы делали это не по традиции, но и естественно, Господь, как апостол Павел, выставил , что Божий, ты имеешь в виду, а я имею веру и сделаю в Господь. Чтобы наши дела, Господи, чтобы наша вера, Господи, подтверждалась делами Господня и Господь, чтобы мы поими людьми любили друг друга, этих людей и тебя, Господи, Иисус С order тоби. Как часто Господи не гладают Господи! Мы говорим, Люба, Господи, Иисус Спаситель я говорю и говорю, Господи, Иисус Спаситель, но потом отознаю Господи, что я и сам не поступаю и дал, и сам не поступаю и показывает этому... Я не люблю, Господи, настолько,gefый Иисус Бог Им дивана, сколько aroma и его любил. О Боже мой! Боже мой, помоги нам, Господи, в землю нашей, Господь Иисус Спаситель, пройдя за попыщей земли, Господь Иисус Спаситель, и войти в каждое твое, Господь Иисус, совершившую волю Твою, Господь Иисус Спаситель. Я рад, Господь Иисус Спаситель, Иисус, и желаю делать то, что Господь должен делать, Господь, и более, Господь Иисус Спаситель, чтобы, Господи, исполнилась воля Твоя в Господе, Господи Иисус Спаситель, чтобы исполнилась воля Твоя в моих братьях и сестре, Господи Иисус Спаситель. Потому что мы желаем, чтобы вы все отцать. Уловь Твое, Господь Иисус. В царстве Твоем, Господь Иисус Почти. Познавая Иистое Твоё, Господь Иисус. Отletters здесь, Господи, в святости, Господа Твоей. Во свете Твоем, Господь Иисус. И приняв царство Твоё, во ONEl water. И благодаря Тебя, Господи, ликует Господи Иисус Почти. Господи, нам Остание. Ты страдал, ты умирал, Господи. не в это в в а слава тебе величия и Иисус говорит, что мы видим, что мы видим, что мы видим, И я прошу тебя благослови 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 благосл очищены через Слово, через Тебя, Господь Иисус, а Тебя есть это Слово, Господь Иисус Спаситель, потому что это Слово было у Бога, и Слово было Бог, Креман, что вы, Иисус Спаситель, слава Тебе, оно было врача и у Бога, Господь Иисус Спаситель, и мы, Господи, мы видели, Господи Иисус Спаситель, как это Слово Господи воплотило, Господь Иисус, слава Тебе, слава Тебе, Господь Иисус, и как это Слово Господи страдало ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ не витаме когда придем вечно себя господь иисусе но чтобы мы вошли чистым ясно слава тебе это служение господь за слово и моё сердце мой разум и наполнишь ты господь а м а а а а и и и и Желаю, Господи, также прославить Тебя, Господи, в этом собрании, Господь Иисус Спаситель. Слава Тебе! Слава Тебе, Господи, за дух молитвы, Господи Иисус, я прошу Тебя, Господь, и более наполни нас, Господь Иисус Спаситель, наполни нас, Господь Иисус Спаситель, чтобы нам возносить, Господи, эту жертву, Господи, и утрешнюю, и вечернюю, Господи Иисус Спаситель, дабы огонь на жертвеннике, Господи, горел и не угасал, Господи Иисус Спаситель. А также, Господи, когда мы в домах, Господи, наших, Господь Иисус Спаситель, чтобы, Господи, этот огонь, Господи, на жертвеннике всегда горел, Господь Иисус Спаситель. А в чьем доме, Господи, есть разрушенный этот жертвенник, Господи, да соорудится, Господи, он во имя Твое, Господи Иисус, во имя Иисуса Христа, Господь Иисус Спаситель. Потому, Господи, благослови каждую семью, каждое сердце, Господи, каждого брата и сестру, Господи Иисус Спаситель, благослови. И особо, Господь, прошу, Господи, очищай нас, Господи Иисус, очищай нас, Господи Иисус, потому что мы ходим, Господи, по земным дорогам, Господи Иисус Спаситель, мы вращаемся, Господи, в этом мире, в говороте, Господи, суеты, Господь Иисус Спаситель. Но я прошу, Господи, помоги, Господи, нам не забывать, Господь Иисус, и помышлять о Тебе, Господь Иисус. Дабы наши уста, наши помыслы, Господи Иисус Спаситель, наши мысли были чистыми. Чтобы щит веры, Господи, мы могли держать всегда, чтобы ни одна, Господи, и стрел не поразила врага, Господь Иисус Спаситель. Потому что Он пускает раскаленные стрелы, Господь. Слава Тебе, что Ты и даешь мудрости мне. И разумение, Господи Иисус Спаситель, как враг, Господи Иисус Спаситель, старается, Господи, уничижить. Слово Твое, Господь Иисус Спаситель. И я прошу Ты, Господи, прости меня. Прости, Господи, когда не говорил, Господи, все то, Господи, что Ты влагал в уста мои, Господь Иисус Спаситель. Помоги, Господи, отныне, Господи Иисус, исполнять, Господи, в точности, Господь, все то, что Ты даешь, Господь Иисус. Потому что я верю, Господи, это принесет благословение, Господь Иисус Спаситель, хотя бы даже одной душе, Господь Иисус Спаситель. А если принесет всему собранию, Господи, это великое благословение, это благодать Твоя, Господь Иисус Спаситель. Потому, Господи, прошу, благослови каждого проповедника в нашей церкви, Господи, наших местных, Господи, братьев и сестер, Господи, кто служит, Господи, словом, кто служит, Господи, стихотворением, Кто служит пением, Господи Иисус Спаситель, благослови, потому что это все, Господи, в назидание, Господи, и во славу имени Твоего Святого Господь. А также, Господи, кто приезжает, Господи, благослови, чтобы, Господи, истинное Слово Твое, Господи, оно, Господи, проповедовалось, Господь, с алтаря, Господь Иисус Спаситель. И дабы, Господи, приносило, Господи, действие и работу, Господи, в наших сердцах, в нашем разуме, Господи, в нашем естестве. Чтобы, Господи, мы ходили во свете, Господи, чтобы тьма не затмила нас, Господь Иисус Спаситель. Потому что, Господи, сегодня враг, Господи, как змей, Господи, он ползет. И ползет, Господи, на святое место, Господь Иисус Спаситель. Он желает, Господи, на том месте, Господи, где проповедуется Слово Твое, Господь Иисус Спаситель. Дабы, Господи, там была мерзость и запустение, Господь Иисус. Но я прошу Тебя, Господь, благослови, Господи, благослови церковь Твою, Господь Иисус, потому что Ты сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, Господь Иисус. Слава Тебе! Слава Тебе за заботу Твою и за Твое обетование, Господь Иисус. Прими поклонение и в этот утренний час, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Тебе! 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 30-й. Я избрал путь истины, поставил пред тобою суды твои. 150. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона твоего. Приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона твоего. Сестра в конце. Первый. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Здесь вот. 58-й. Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. Алексей. 59-й. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим. 65. Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. Благо сотворил ты рабу твоему, Господи, по слову твоему. 18-й. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. 27. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. А мне 127-й. 127-й. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Аминь. Да благословит всех вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Казахстан Казахстан Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.